Дело семьи Павличенко на финишной прямой. Отца и сына обвинили в убийстве судьи. Присудили одному пожизненное, другому 13 лет тюрьмы. Те подали апелляцию, слушают уже больше полугода. И вот сегодня судья огласил результаты последней экспертизы. Евгения Наприенко далее. С подобными лозунгами они уже больше полугода приходят к столичной апелляции. Сегодня поддерживают и подсудимых, и служителей Фемиды. Мол, судьи стали часто болеть. Несколько месяцев дело простаивает. Сробили баннер на поддержку судей, чтобы защищали им здоровье, чтобы вы таки выходили на работу и работали. Судьи вышли, традиционно с опозданием, на 40 минут. Оглашают результаты экспертизы. Проверяли, откуда взялись раны на руке отца и ноге сына. Подсудимые настаивают, порезались стеклом. И не в день убийства. Не было бы любых человек, которые были утверждены от динок разбитого спла. Старший из подсудимых протестует. Я заперечу и заявляю, что это членная подшивка. Данная протеза проводилась в наше отсутствие. И наших адвокатов не допустил. И написано по дитоку прокуратуры. Адвокат услышать такие выводы ожидала. Он делает дополнительные выставки экспертизы на основе материалов, проведенных в процессе следствия экспертизы. Настаивает эксперт, тянет на себя мантию судьи. Делает слишком конкретные выводы. Это не компетенция эксперта делать выставки. В деле снова пауза. На этот раз чуть больше, чем на неделю. Дело семьи Павличенко все ближе к логическому завершению. Судя по всему, служителям Фемиды осталось собраться дважды. 1 августа на дебаты и в следующий раз, чтобы огласить переговор. Евгения Наприенко, Сергей Ведмедь. Подробности телеканал Интер.